Итак, друзья, новый обзор у нас сегодня на канале, но обзор новый, но доска действительно уже полюбившаяся многим-многим райдерам, поклонникам сноубординга и поклонникам, конечно, безусловно, бренда Найдекер. Мэллоу, друзья, вот уже, наверное, без преувеличения сказать, третий сезон бьет все рекорды по популярности, продажам и, конечно, удовольствию катания на ней. Несмотря на то, что доска как бы внутри бренда проходит под таким достаточно специфическим все-таки обозначением, как фрирайт, да, и форма, когда мы смотрим на эту доску, тоже вызывает определенные вопросы, но, тем не менее, кайф катания на этой доске, конечно, перекрывает все вот эти, скажем так, условные обозначения. Сразу хочется сказать, что доска действительно для фрирайда, так оно и есть, и внешние, скажем так, данные, внешние формы говорят нам об этом. Это длиннющий нос, просто вы посмотрите на вот этот длинный-длинный нос и при этом супер короткий хвост. Также нос еще здесь и широкий, тайпер составляет 6 миллиметров, это не самый, конечно, большой тайпер по сравнению, скажем так, с аналогами других брендов, но, тем не менее, конечно, все-таки это дает определенные ощущения. Ширина, самая главная ширина этого сноуборда, у нас 155-я ростовка, 265 миллиметров, а внутри бренда вообще у этой модели всего три ростовки, и они все, конечно, скажем так, проходят под аббревиатурой White. Жесткость у этой модели тоже очень интересная. Внутри, опять же, бренда Nightdecker, поскольку все-таки мы оперируем такими проверенными цифрами, это жесткость 7-8, и по ощущениям она действительно чувствуется таковой, то есть мы прожимаем эту доску, чувствуем отдачу, гибкость, то есть доска действительно хорошей, мощной, рабочей жесткости, которая многим понравится. Но при этом, опять же, если посмотреть на конструктивную особенность этих досок, вообще технологии бренда Nightdecker, здесь мы наблюдаем такую фишку, что от передних закладных до конца ноуса и также от задних закладных до конца тейла используются карбоновые стрингеры, которые, собственно, делают вот эти площади рабочие очень жесткими. Поэтому, конечно, можно сказать, что центр доски у нас значительно мягче, чем, собственно, тейлы. И за счет этого, скажем так, в определенных кондициях снега, ну, начиная, опять же, от глубокого снега, от какого-то перемороженного снега на 100, все-таки вот эта площадь, она не в ущерб. Она работает, она жесткая, она чувствуется. Ну и, соответственно, если вы захотите кататься на трассе, а по-любому на этой доске, конечно же, вы захотите это сделать, то, опять же, вот эта жесткость тейла и носа, она будет актуальна, как никогда. Но, опять же, мы смотрим на форму, и многим сразу в глаза бросается доска Джонс Ховеркрафт, да, на которой многие, опять же, привыкли карвить. Нельзя сказать, что это прям 100% снаряд для карвинга, но, тем не менее, когда вы попадаете на этой доске на трассу, вы тоже получаете очень много кайфа. Опять же, за счет жестких тейлов доска достаточно стабильна, она достаточно хорошо делает дугу, то есть не срывает нос и тейл не колбасит. А за счет ширины и кембера, все-таки в основе этой модели, надо отдать должное, находится кембер, естественно, тоже интересное будет катание по трассе. Нельзя сказать, опять же, повторюсь, нельзя сказать, что это прям карвинг с укладками каким-то и так далее, все-таки, опять же, в силу и формы, и жесткости. Но, тем не менее, это действительно, я считаю, что интересная доска, даже для катания в свитче, несмотря на такой ярко выраженный интересный тейл направленный, можно, в принципе, спокойно кататься и в свитче, не испытывая какого-то прям, скажем так, дискомфорта, ну, по крайней мере, если не смотреть, что у вас под ногами вот такой хвостик, то вот уже на протяжении последних, опять же, трех сезонов он зарекомендовался как интересная, фановая, модная, модная доска. Да, опять же, вот хочется отметить, что Найдекер сегодня находится на таком неком острие трендов и тенденций, благодаря вот таким интересным моделям, ну, и дизайн, естественно, тоже, я считаю, что очень-очень крутой. Все в этом году складывается в пользу Найдекера, ну, и определенная монополия на рынке. Также хочется отметить, что Найдекер сегодня главенствует на рынке сноубордов в России. Цена 50 тысяч, я считаю, что актуальная достаточно цена, современная цена, небольшая, ну, и, собственно, немаленькая, но и доска, опять же, хочется сказать, что интересная для такого ценника. Друзья, вот такой обзор, как всегда, можно посмотреть полные характеристики, описания у нас на сайте epicboardshop.ru, про который я, естественно, может быть, не сказал, более точные цифры, материалы, начинки и комплектация. Ну, а с вами, как всегда, друзья, был Epic Boardshop TV. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!